для нас это уже стало традицией мы ежегодно приезжаем это неделя феврале она уже запланирована это получение тех эмоций от общения от каждодневного обсуждения каких-то интересных тем изменений которые произошли за год мне важно общаться с заказчиками получаете от них обратную связь понимать куда движется рынок отслеживать тенденции отслеживать новые технологии которые запрашивают наши заказчики ну и поддерживать отношения с партнерами конечно доклад у нас сегодня будет на тему автоматизация работы с данными киберразведки в этом докладе раскрываем тему как можно поступить к решению этой задачи она сложная и поэтому к ней еще мало заказчиков приступили но все понимают ее актуальность ну и поэтому мы будем рассказывать о том как это сделать легко в том числе использовать технологии которые производим банки становятся технологичными компаний с функцией с кредитной функции да или функции там финансовой организации и поэтому банки и даже не только себя защищать и свою инфраструктуру но еще и смотреть как ряд тех организаций продукции и сервисы которых они предлагают как они себя защищают это переход в мобильное устройство сейчас ты не можешь ничего сделать без телефона и все все в телефоне и опять же это же это экосистема которая который банки предоставляет она вся помещается собственно в мобильном устройстве часть сервисов часть заказчиков которые могут себе это позволить это сейчас уже мы видим они используют сервисы переходит на эту модель почему это не произойдет поголовно или не будет совсем там с большей половины рынка все оберегают свои данные и отдать это все на сторону как другой компании даже если тебя подписан идеи и прописано много ограничений по использованию данных компания но это очень сложно через это через этот барьер перешагнуть 50 процентов сервисов продуктов которые сейчас заказчики имеют у себя используют собственные штатам будет отдано на сервисную модель и они будут получать эти сервисы у себя начинает активно продвигаться такая тенденция как то чтобы хакеров ну немного наверное запутать чтобы дать им некоторые ложные цели и отвести из-под удара все критичные системы сервисы бизнеса дабы снизить риски снизить ущерб который может быть нанесен то есть я думаю что в первую очередь это технология вторая технология это опять же технология позволяющая автоматизировать ряд функций так называемая оркестрация и это даже не столько технологий это оркестрация технологий то есть когда у тебя появляется еще больше технологий то есть ими нужно управлять человек это делает там с помощью опять же бреных продуктов но вот это вот оркестрирование дирижирование безопасности это то что дальше будет все больше больше развиваться и будет отдано на это в этой оркестрации часть процессов и часть принятия решений некри вне критичных бизнес процессов там сервисах системах будет отдано как раз таки программ продуктом роботом которые будут анализировать и принимать и и принимать эти решения при этом они будут использовать как раз таки технологии машина обучения искусственного интеллекта использование искусственного интеллекта в оркестрации она опять же снизит затраты компаний на подбор на ресурсы то есть на обслуживание этих технологий для нас каждый проект является определенным рубежом потому что мы на каждом проекте получаем новые знания опыт и задачи и решаемые задачи которые мы до этого не решали в за прошедший год таким проектом я бы назвал внедрение системы менеджмент инцидентов информационной безопасности в банке русскохозбанк схабе вот проект нас длился примерно год и с помощью наших продуктов мы автоматизировали как раз таки этот процесс и обработка инцидентов и реагирование на инциденты стало быстрее проще ввиду того что в рамках реагирования идет взаимодействие нашего продукта с другими продуктами для того чтобы как раз таки оптимизировать время и улучшить расследование инцидентов быстрить реакцию на инцидент а и Субтитры подогнал «Симон»